Юридический факультет С именем доктора юридических наук профессора Марата Алдангоровича Сарсимбаева связано начало подготовки юристов по новой технологии обучения, что потребовало много труда, организационной и документационной подготовительной работы, обучение профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного составов, подготовки и издания учебно-методической литературы, проведение различных обучающих семинаров, разъяснительной работы со студентами и их родителями. Этот этап юридическим факультетом был успешно пройден и в настоящее время учебный процесс ведется в соответствии с международными принципами кредитной системы обучения. Так в числе первых факультет стал реализовывать программу магистратуры. Марат Алдангорович Сарсимбаев стал основателем кафедры международного и конституционного права. Весной 2008 году состоялся первый выпуск докторантов в HD докторантуру. С июня 2013 года факультет возглавляет заслуженные деятели Республики Казахстан доктор юридических наук профессор Еркин Ануарович Онгарбаев. Дорогие друзья, Евразийский национальный университет имени Гумилева является флагманом высшего образования нашей страны. Не случайно во всех рейтингах и международных национальных мы занимаем передовые места. Выпускники нашего юридического факультета востребованы, работают в государственных, правоохранительных органах и в суде, и в прокуратуре. Также они работают в адвокатуре, в нотариальных конторах, а также многие из них занимаются бизнесом, потому что юридические знания позволяют проявлять себя во многих отраслях производства нашей страны. Их отличает креативность, хорошее мышление, и мы гордимся нашими студентами. И мы рады, будем видеть и вас, абитуриентов, в стенах нашего вуза. И я уверен, что вы здесь получите прекрасные знания, фундаментальную подготовку и сможете полностью себя реализовать. Спасибо. В настоящее время на факультете действует пять кафедр и два исследовательских института. Кафедра теории и истории государства и права, конституционного права. Кафедра международного права, кафедра гражданско-правовых дисциплин, кафедра экологического и предпринимательского права, кафедра уголовно-правовых дисциплин. Факультет осуществляет подготовку специалистов по следующим специальностям. Бакалавриат 5Б-03-01-00 юриспруденция, 5В-03-02-00 международное право. Магистратура 6М-03-01-00 юриспруденция, 6М-03-02-00 международное право. Докторантура 6Д-03-01-00 юриспруденция, 6Д-03-02-00 международное право. Факультет в своем развитии прошел путь в направлении формирования основ высшего юридического элитарного образования. Решены основные материально-технические кадровые вопросы. Осуществлено несколько в выпусках специалистов. Учебный процесс на факультет успешно интегрируется в мировое образовательное пространство в контексте баллонского процесса посредством формирования креативной преподавательской и студенческой сферы. Юридический факультет стремится стать базой для развития передовых образовательных программ высшей школы, высшего профессионального юридического образования в стране. В 2011 году программы бакалавров, магистров по специальности «Международное право» прошли аккредитацию на международном уровне. Стремление к лидерству, усиление инновационной деятельности факультета, способность быстро и гибко реагировать на запросы практики объясняет развитие программ магистратуры. Двойной диплом, подготовка магистров совместно с государственными органами и по их заказу. Стремление к предоставлению возможностей студентам для углубленного изучения нескольких иностранных языков. Программа докторантуры ставит своей задачей подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Деятельность факультета направлена на то, чтобы войти в рейтинг лучших юридических факультетов университетов. Задача ближайшего будущего занять достойное место в ряду научно-исследовательских центров. Заявить и удержать звание лучшего научно-исследовательского центра, организатора научно-теоретических конференций высокого уровня. Место проведения конференции – магистрантов и докторантов, республиканских олимпиад школьников. Перед юридическим факультетом стоят новые задачи, новые горизонты развития. Деятельность коллектива преподавателей, ученых, студентов, магистрантов, докторантов направлена на непрерывное совершенствование учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, учебно-методической работы, поддержку творческого отношения к своему делу. Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы. Конституциалық құқық кафедрасы 1998 жылы Мемлекет және құқық теориясы кафедрасы ретінде құрылған. Кафедра қалпасуының алғашқы кезерінде оның башшылығымда сан ғылымдарының доктора профессор Ағдар Беквістияқты белгілі ғалым білікті ұстаз қызмет епті. Кафедра мемлекет және құқық теориясы мен тарихы. Конституциалық құқық кафедрасы болып, 2018 жылдың 45 айында қайта ғұрылды. Хазіргі уақытта кафедра менгер үшісі болып, зан ғылымдарының доктора профессор. Қазақстан Республикасы зан ғылымдары академиясының академига. Жмабек дүйсер шолы бұсырманың қызмет атқарады. Кафедра теории и истории государственного права, конституционного права юридического факультета Евразийского национального университета. Это одна из старейших кафедр, первых кафедр, созданная на этом факультете. Почему? Потому что эта кафедра преподается основные, базовые, фундаментальные, методологические, учебные дисциплины, имеющие определяющее значение для формирования мировоззрения кругозора юриста, будущего специалиста. Поэтому ждем выпускников. Надеюсь, ваш выбор будет оправдан, и ваши ожидания мы постараемся выполнить. Кафедрада өзінің ғылымы ембектерімен елімізде және шетелдерде танымалып олып жүрген ботандық зан ғылымының беделді ғалымдары қызмет атқарады. Олардың арасында зан ғылымдарының доктора-профессор Жумабек дүйсер шолы бұсырманың, Шолпан Валериявна Тлепіна. Уважаемые ребята, мы приглашаем вас учиться к нам на юридический факультет. У нас на юридическом факультете проходит подготовка студентов по двум специальностям. Это специальность юриспруденция и международное право. Сауле Кошкеновна Амандыкова, және Ресей Федерациясынан арнайы шақырылған Мемлекет және құхық теориясы, саясе құхықтық әлемдер тарихы саласының беделді маманы Зан ғылымдарының докторы профессор, Рустан Сулейманович Байниазов, және Зан ғылымдарының кандидаты датсен Жан ғылымдарының кандидаты датсен Жамаладен Ибрагимович Ибрагимов қызмет датқарады. 2003 жылдан бастап кафедра бакалаврият бағдарламасы бойыншы мамандарда айындай бастады. Кафедраның жетекші профессорлары оқу процесіне жаңадан адам құхығының евразиялық концепциясы, европалық қауымдастық құхығы және тағы басқа бір ғатар пәбдерді еңгізгенін атап өткен орында. Тонымен ғатар Қазақстан Республикасы ұлтты ғылыми академиясының академияда, Зан ғылымдарының докторы профессор, Салық Зиманулы Зимановатындағы аудиторияда студенттер білім алатының мақтанышпен атап өтуге де болады. Қалықаралық құхығы кафедрасының құрылу тарихының бастауы елімізге танымал ғалым, Зан ғылымдарының докторы профессор Марат Алдангоревич Сәрсенбаевтің кесімімен тұғыз байланысты. Түкелей Марат Алдангоревичтің бастамашылығы мен, 2003 жылы Қалықаралық және Конституциялық құхығы кафедрасы өз жұмысын бастаса, 2008 жылы мамандандырылған Қалықаралық құхық кафедрасы болып, қайта құрылып, осы аталмыш кафедрағы сол 2008 жылдан бүгінгі кезенге дейін. Зан ғылымдарының докторы профессор Ербол Мусенович Абайделденіп жетекшілік жасап кележатыр. Дорогие друзья, кафедра межурудного права работай в составе юридийского факультета Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилёва. Наш университет является одним из ведущих в Республике Казахстан и по миру занимает сейчас 303-е место. Мне бы хотелось сказать, что мы гордимся своими выпускниками. Все из них находят свою работу, трудоустраиваются, они востребованы, они конкурентоспособны, и мы обучаем бакалариате, магистратуре, докторантуре. Так что добро пожаловать на кафедру межурудного права юридического факультета Евразийского национального университета. Если хочешь быть успешным, если хочешь выстроить блестящую карьеру и быть уверенным в своем будущем, приходи к нам. Добро пожаловать. Кафедра храмында белгілі қалымдар, Занғылымының докторы, профессор, Марат Алдынғорович Сарсенбайыр, Занғылымдарының кандидаттары Датсен Жанат Орынбековына Кұлжабайыва, Абдыра Сулова Гульнара Ерке Булановына, Сабыры Фален Сабырович, Сания Нұржановына Сарсенова, Женет Ағыда басықта бір қатар білікті де дәжіребелі мамандары қызмет атқарады. 2019 жылдан бері Лев Николаевич Гумилеватындағы университетінің қалқаралық құқық мамандығы достастықтың 8 елінің жерімадан астан үздік жоғарғы оқу орндары кіретін тамыда желілік университеті бағдарламасына еңген болатын. Осы сәттен бастап, біліктер Қазақстанның және ресейдің дипломдарын алатын қос диплом бағдарламасы жүзеге асырла бастады. 2012 жылдың 12 маусымында қалқаралық құқық мамандығы Аквин агенттігімен Германия Федеративтік Республикасы қалқаралық акредитациядан өтті. Қалқаралық құқық кафедрасында Америка құрама штаттары, Луизияны штаты, Кюленс университетінің профессоры, занғылымдарының докторы, Кристофер Асакве, Және Москва Мемлекеттік Зан Академиясының профессоры, занғылымдарының докторы Сергей Юриевич Кашкинсеқті әлемге таңымал ғалымдар келіп, студенттер алында дәрістер оқығанын атап өткен орында. Мамандандырылған біріккен ұлттар үйімі және қалқаралық ғуманитарлық құқық кабинеттері студенттерге қызмет атқарып кележеді. Азырғы уақытты азаматтық құқықтық пәндер кафедрасына белгілі қалым, әр жылдары түрлі денгейдегі мемлекеттік жоғарыл ауасындарда қарған Еуразия ұлттығы университеті, зан жобаларын сараптау және талдау мемлекеттік құқықтық ғылыми зерттеулер институтының директоры, занғылымдарының докторы, профессор, еңілік Нұрғалийғызы, құқыққтығы қалым. И различным спецкурсам, которые возникают в рамках таможенного союза, по миграции населения, по занятости молодежи. И различным спецказм, которые возникают в рамках таможенного союза, по занятости молодежи. И различным спецказм, которые возникают в рамках таможенного союза, по занятости молодежи. И различным спецказм, которые возникают в рамках таможенного союза, по занятости молодежи. И различным спецказм, которые возникают в рамках таможенного союза, по занятости молодежи. И различным спецказм, которые возникают в рамках таможенного союза, по занятости молодежи системы иchanтости молодежи. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...